Привет всем! Код ошибки P0171 означает, что топливная система автомобиля плохо работает или имеется потеря герметичности впускного тракта в двигателе. Происходит обеднение топливной смеси. Двигатель в камере сгорания получает или слишком мало топлива, или много воздуха. Дело в том, что в современных двигателях в камере сгорания требуется качественная смесь топлива и воздуха. Портовый компьютер в высокой точности пересчитывает все это. И если дозировки топлива и воздуха не соответствуют, тогда компьютер старается подкарректировать подачу нужной дозы топлива или воздуха. Но если это не удается, значит есть какая-то проблема. И двигатель начинает колбасить, троить, и высветится ошибка P0171. Это говорит о том, что в двигателе есть какая-то проблема, с которой не может справиться бортовой компьютер, и нужно вмещаться сомеханика, чтобы устранить проблему. Если хотите самостоятельно читать ошибки неисправности на вашем машине и не хотите каждый раз ходить в автосервисе, предлагаю купить дешевый диагностический сканер на Алиэкспресс. Ссылку оставлю ниже в описании этого видео. С самого начала поиска неисправности мы должны определиться, начнем искать причину неисправности в топливной системе, или начнем искать, где двигатель подсасывает лишний, неучтенный компьютером воздух из улицы. Самый лучший вариант ориентироваться именно, с какой системы начать поиск неисправности, это обратить внимание, какой еще ошибка высветивается рядом ошибки P071. Если есть, конечно. Если рядом ошибки P0171 есть ошибка, которая указывает на неисправность воздухоподачи, тогда, конечно, лучше начать поиск системы воздухоподачи. А если другая ошибка близко к системе топливоподачи, тогда, конечно, лучше начать поиск с топливной системы. Если Вы хотите узнать, как проверить неисправность топливной системы, можете установить видео на паузе и прочитать общераспространенную инструкцию. Для тех, кто хочет углубиться в этом вопросе, есть много видео на YouTube, как проверить неисправность топливной системы. Ссылку оставлю ниже под видео. Также есть хорошее видео у меня, если под подозрений топливный насос. Ссылку тоже оставлю ниже в описании этого видео. Причинами ошибки из-за неисправности топливной системы могут быть неисправный регулятор давления топлива автомобиля. Топливный насос не создает нужную давлению. Забитый топливный фильтр автомобиля. Неисправный блок управления двигателем. И так далее. Если в топливной системе все в порядке, тогда ищем, где двигатель подсасывает лишний воздух. Причинами ошибки из-за подсоса лишнего воздуха могут быть подсоса лишнего воздуха из-за висшедших изустроев в патрубках, из-за трещин в пластмассовых деталях, где проходит воздух. Например, коллектор всасывания и еще многое. Неисправные инжекторы также могут с причиной неисправности. Есть вариант, что тефлоновые кольца устарели и в камере сгорания подсасывает воздух. Неисправный кислородный датчик автомобиля. Также неисправный датчик массового расхода воздуха. Есть разные методы для определения подсоса воздуха в двигателе. И если хотим углубиться в этом вопросе, на ютубе тоже есть много видео об этом. И ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Самый лучший вариант, по-моему, использовать Тимо-генератор. В автосервисе я несколько раз использовал этот метод. Ну и хочу попрощаться. И если данное видео было для кого-то полезное, прошу подписаться на канал и вставать палец вверх. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok